МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игра в политические наперстки. Премьер-иада все больше напоминает соревнования в ловкости рук. Данные, которые поступают из штабов, где ведутся переговоры, меняются с такой скоростью, что способны запутать самих договаривающихся. Надежда забрежала сегодня ночью, когда на Банковой закончились многочасовые переговоры. Были, наконец, согласованы кандидат в премьер-министры Владимир Гройсман и практически весь состав нового правительства. Но уже днем стало понятно, до консенсуса очень далеко. Торги длились и весь сегодняшний день. Даже сейчас возможность состав Кабмина изменяется просто каждую минуту. Вот имеем последние сводки. Арсен Аваков, Павел Петренко, Степан Полторак, Павел Климкин, Юрий Стец и Игорь Жданов остаются в своих креслах, а Геннадий Зубко перейдет на должность главы Минрегионразвития. Предварительно в команде Гройсмана будет шесть вице-премьеров. Это вдвое больше, чем в кабинете Яценюка. Степана Кубева, представителя президента в Раде, сватают сразу на две должности. Первого вице-премьера и главы Минэкономики. Еще четыре вице. По соцвопросам Павел Розенко, по интеграции нардеп Ивана Климпуш-Цинцадзе, по чрезвычайным ситуациям бывший заммэра Винницы, а ныне нардеп Владимир Кистион, по вопросам гуманитарным Вячеслав Кириленко, а его кресло в Минкульте займет Евгений Нищук. Вот кто станет вице-премьером по реформам, пока неизвестно. Минсоцполитики возглавит заммэра Винницы Андрей Рева, Минэкологии Остап Семирак, Минобразование Лилия Гриневич, МинАПК Тарас Кутовой. Все они, напомню, нардепы от блока Петра Порошенко. Минфин должен возглавить Александр Данилюк. Пока в высоких кабинетах портфели делят, Рада зависла в полудреме. Работоспособность на нуле все заняты только гаданиями. Обсуждают кандидатуры и заодно подсчитывают, а хватит ли голосов на новый Кабмин. Вернулась из парламента Екатерина Лысенко. И день говорили, и ночью трясали, а на утро так ничего и не согласовали. Правда, перед началом заседания в Раде появился спикер в весьма приподнятом настроении. Грисман обещает, завтра зал будет голосовать и за премьера, и за министров, и за спикера. А пока передает полномочия потенциальному главе парламента и удаляется. Опять ждут консультации. А в кулуарах тем временем с каждым часом звучат новые кандидатуры на Кесло-Министерские. Обсуждают появление шести вице-премьеров. Если это будет действительно функционально измененный подход к тому, как может работать эффективно уряд, то тогда это может быть полезным инструментом. А если это будет просто заради посад, то тогда это будет прикро. Поэтому я бы хотела увидеть распредел от ответственности. У нас теперь будут действительно люди, которые будут принимать посады для того, чтобы створить какую-то количество министерств и взять все под контроль, для того, чтобы мы могли бы общаться не только с каждым министром окремо, а с вице-премьерными министрами, которые будут видать по загальным направлениям. На новые вице-премьеры это уступки, чтобы должностей хватило всем. Насколько я понимаю, компромиссом есть Кириленко, вице-премьер с гуманитарных питаний, а министр культуры от блока Петра Порошенко Евген Лещук. Для нас основное, это то, что мы видим наших четырех министров, мы готовы взять, например, я, например, поддерживаю позицию того, что мы готовы взять Министерство освіти. А те, кто нынче не в коалиции, настроены скептически и по кандидатам, и по новым должностям. Вице-премьер-министр, по великому рахунку, это министр без портфеля. Кандидаты на посады, это ответственность премьер-министра. Если он считает, что он будет этих людей контролировать, управлять ними, и будет делать спильный успех Кабинета министров, это его выбор. Самопомнич говорит, премьера Гроссмана с его кандидатурами поддерживать не будет. Да и Батькивщина вряд ли даст голоса за. Если в программе уряду будут, принайне, какие-то наши требования враховании, то есть, если экономическая политика у нас будет совпадать с видом Гроссмана, то тогда мы можем думать про него и голосовать. Если этого не будет, то, конечно, мы голосовать про него не будем. Поговаривают, голосовать могут и укроповцы вместе с Федроджинем, несмотря на то, что они не в коалиции. Правда, о создании самой коалиции пока не огласили. Фронтовики, которые ночью грозились покинуть еще не созданное большинство, сегодня уверяют, не уйдут. Ну а оппозиция, глядя на премьер Реаду с коалицией Адой, решили и вовсе ни за что не голосовать. Не за один законопроект, который выносится в зал, для дележа кресел, для распиления потоков, ничего этого мы делать больше не будем. Пока не будут вынесены вопросы, касающиеся непосредственно того кошмара, которое творится в экономике, того, что относится к каждым конкретным людям, о чем должен был бы этот зал с утра до вечера говорить. До этого момента оппозиционный блок ни одного голоса ни за что не отдаст. Мы не будем голосовать ни из-за отставки, ни за победы, ни за что. Мы требуем одного, вынести в зал вопросы социальной политики государства. Хотя и сам зал сегодня активностью не отличился. Зал не голосует, нет голосов за самое обычное голосование. Это говорит о том, что в данный момент консолидации нет. Все ждут, чем закончатся переговоры. Именно этом объясняется то, что сейчас депутаты находятся в прострации. А само заседание сегодня досрочно закрыли по полудню. Поработав два часа, блок Порошенко и Народный фронт попросили перерыв. Ушли договариваться на совет коалиции. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. И как прошел этот совет коалиции, можем уже узнать у Ольги Теребинской. Она с вами на связи. Оля, я тебя приветствую. Скажи, что говорили избранники, когда выходили? Удалось им наконец утрясти последние кандидатуры? Или еще дальше будут торговаться? Да, здравствуй, Алексей. В 18.00 в парламенте сегодня началось заседание фракции коалиции. Сегодня они утверждали состав. В кабинете министров совещались полтора часа. И вот, что рассказали депутаты после заседания. Коалиция ухвалила все необходимые решения. Ухвалила решения про высылание Владимира Гройсмана. Про оборудование Андрея Порубия на посаду спикера. Ирины Граченко на посаду первого вице-спикера. Про склад уряду, где остается только одна вакантная посада. Премьер-министр Володимир Гройсман, первый вице-премьер Степан Кубев. Коалиция продемонстрировала, что она способна конструктивно, станом на сейчас, договориться. Спорной была также кандидатура на пост главы Минтопэнерго. Но, как рассказали депутаты, кандидатуру Игоря Насалика все-таки утвердили. Пред собранием появилась информация, что нардеп из фракции БПП Аркадий Карнацкий написал заявление о выходе из фракции. Но участники встречи нам эту информацию не подтвердили. И никто так не объявил, есть ли уже 226 голосов у большинства. Впрочем, уже завтра это станет понятно. Собрание коалиции поддержало согласованный состав нового Кабмина. Но не хватает одного министра здравоохранения. Впрочем, я не был присутствием в переговорах, как только что сообщил глава фракции БПП. Вчера кандидатура была погоджена. Юрий Луценко про это только что на нараде сказал. Но с утра сегодня эта кандидатура отказалась за эмату посаду мост. Это было несподимое решение для коалиции. Это несподимое решение для блоку Петра Порошенко. И я надеюсь, что до завтрашнего ранка кандидатура будет оптимальна. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Муси рассказал журналистам, что в настоящее время рассматриваются лишь заместители министра Виктор Шифранский и Роман Иллык, а также директор института сердца Борис Тодоров. Депутаты обещают уже завтра определяться с кандидатурой. Спасибо, Оля. Это была Ольга Теребинская. Рассказала о последнем на эту минуту, последнем раунде переговоров по формированию нового правительства. Но зачем раздувается Кабмин? Сталит ли он продуктивнее с шестью вице-премьерами? Или некоторым уготована судьба английской королевы с титулом, но без полномочий? И вообще, насколько прозрачны принципы формирования новой коалиции? Мы попросили дать ответы на эти вопросы политологов. Если они думают, что с количеством вице-премьеров увеличится скорость реформ, не увеличится. Это из серии, что всем детям в детском садике не хватает горшка. И вот все там желающие, которые хотят сейчас получить, у них есть амбиции, вот для них, для всех сделали какие-то должности. Вице-премьер – это не тот человек, который управляет целой отраслью. Это больше генерал, который координирует. Тут очень важно сказать, кто министр и какая у него программа. У нас длится коалиция Ада, потом будет премьер Ада. Начинает напоминать какой-то неприличный водевиль. Народ уже начинает постепенно шутить над тем, что у нас сегодня политики воюют между собой за должность с окладом 300 долларов. В условиях, когда формируется коалиция, когда нужны голоса, когда нужна четкость понимания дальнейших действий и прочее, идут на все меры. В данной ситуации добиться надо не то, чтобы проголосовал Укроп или проголосовал Ведрожжиня. Его необходимо добиться того, чтобы депутатам не запрещали голосовать. Это одно. А все остальное – это уже дело техники. Эти голоса Укропа не нужны за формирование Кабмена. Голосы Укропа или голоса Ведрожжиня нужны потом при деятельности Кабмена. Голосов сегодня за формирование Кабмена выстачит и так в Верховной Раде. Но потом его не будет выстачать для принятия законов, для протягивания решений. Мы каждый день слышим новый набор прозвищ, переважно мало известных прозвищ, таких котов в мешке, которых начали оптом возить буквально в украинский город. За событиями в политическом Киеве следят не только в Украине. Мировая пресса начала задаваться вопросом, что происходит и сколько можно. Статьи в некоторых изданиях читала Татьяна Лагунова. Кризис, должности, торги – это ключевые слова всех свежих материалов о событиях в Украине в мировой прессе. Европейские и американские СМИ как могут пытаться объяснить своим читателям все тонкости украинской внутренней политики. Поскольку рядовой читатель в Германии или, например, в США украинской политикой, прямо скажем, интересуется мало, почти все статьи начинаются с исторического экскурса. Коротко о Майдане, досрочных президентских и парламентских выборах, кабинете Яценюка и причинах его отставки. Далее политические прогнозы на будущее. Европейские и американские СМИ пишут, еще в понедельник казалось, что кандидатура будущего премьера определена. И им после того, как Арсений Яценюк подал в отставку, без особых проблем станет соратник президента Петра Порошенко и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Но премьеряда затянулась из-за того, что будущие коллицанты делят министерские портфели. Мол, голосование за новое правительство не состоялось ни во вторник, ни в среду. И поскольку переговоры по формированию альянса и нового Кабмина проходят за закрытыми дверями, нет никаких гарантий, что состоится завтра. Впрочем, западные СМИ считают, в итоге ключевые политические игроки все-таки договорятся. Им крайне невыгодны досрочные выборы. Правящие партии рискуют потерять часть мест в парламенте. Да и Украина нуждается в западных кредитах, которые страна получит только после формирования нового правительства. И еще один момент. Западная пресса пишет, не так важно, кто войдет в новое украинское правительство и кто его возглавит. Главный вопрос в другом, будет ли оно действительно новым. Иными словами, проведет ли те реформы, которые нужны стране и которых от Украины ждут Европа и США. Татьяна Лугнова, Геннадий Аникенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Перетрясти могут и руководители госпредприятий, подконтрольных профильным министерством. Так, в Минэкономразвитие предлагают назначить нового главу Укрзалезницы. А вот деятельность компании проверят. Об этом сегодня говорили на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции. По мнению нардепов, речь может идти о многомиллионных нарушениях на предприятии. В частности, при тендерных закупках. Заложивания очень серьезные. Сумы огромные, начиная от 50 млн долларов, 40 млн долларов, 180 млн грн и так далее. Висловливаются пропозиции, что там работают люди, которые попадают под ознаки или говорят, что они смотрящие. Я не знаю, кто такие люди, но говорят о том, что Лебедя Владислав Александрович, Лесников, Станислав Евгеньевич, Федорка Иван Петрович, которые работают там, або двое вообще не работают, но имеют право входить в Укрзалезницу, имеют эти электронные ключи. Я, в принципе, эти материалы, соответственно, от того, как получил, отправлю в правоохранительные органы. Хай они встанавливают там ступень их вины или ступень невинуватости. Подробности будут следить за ходом проверки кампании. Мы обязательно расскажем вам о ее результатах. Ну вот в британском парламенте с теми, кого подозревают в аферах, не церемонятся, даже если речь идет о самом премьере. За что слугу британского народа выдворили из зала заседания парламента, знает наш Сапкур в Лондоне Оксана Кундеренко. Знаменитые британские правила дебата в парламенте – это традиции, которые чтят веками и никогда не меняют, какими бы нелепыми они ни казались со стороны. Например, напрямую друг к другу депутаты не обращаются, только через спикера. Им запрещено обижать оппонента и даже говорить, дескать, вы сор пьяны, но, естественно, не всегда удается соблюдать строгий этикет. Ему списали ипотеку за недвижимость в Нотингхиле. Она была погашена на деньги налогоплательщиков. Ответа за все это не было. Может, хитро сделанный Дэйв ответит сейчас? Эту фразу ветеран из партии Либористов, 84-летний Дэннис Скиннер, произнес, когда премьера Кэмерона призвали к ответу за скандал с панамскими документами. По правилам, член палаты общин может взять свои слова назад. Но бывший шахтер произнес Доджи Дэйв во второй раз и с гордо поднятой головой покинул зал. Впервые за всю свою почти 40-летнюю карьеру пропустив заседание. Порядок. Я призываю высокопочтенного джентльмена взять свои слова обратно. Хорошо. Само собой, разумеется, никакого ответа на вопрос не требуется. Дэвид Кэмерон наблюдал за инцидентом с ухмылкой. К критике ему не привыкать, как со стороны оппозиции, так и от обычных граждан. Сегодня произошел еще один курьез. Использованного премьера выставили на интернет-аукцион eBay. Как сказано в объявлении, на запчасти продавцу больше не нужен без коробки инструкций. Удивительно, но желающих сделать ставку нашлось почти 200 человек. И с молотка премьер может уйти за 70 тысяч фунтов стерлингов. Торги продлятся еще 5 дней. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Бывший зам генпрокурора Виталий Касько уже завтра может оказаться за решеткой. ГПУ вручило ему сегодня повестку в суд и еще одно подозрение в новом уголовном производстве. Елена Митясова об этом подробнее. На допрос пришел не по принуждению, а по собственной воле. С порога журналистам заявил сегодня бывший зам генпрокурора Виталий Касько. Повестку от следователей ГПУ, говорит, не получал, но уверяет, заинтересован в том, чтобы побыстрее разобраться с подозрениями в свой адрес. И твердит, его заказали. Абсолютное замовление связано с моей позицией в час работы заступником генерального прокурора. Касько подозревают в мошенничестве с жильем. 13 лет назад, по версии следствия, он получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы, которую позже приватизировала его мать. А спустя еще несколько лет, в 2010-м, снова попросил о предоставлении ему апартаментов. Дали трешку площадью 155 квадратов в том же районе. Но эта квартира из списка служебных исчезла. А весной 2014-го Касько и ее приватизировал. Хотя на тот момент в органах прокуратуры не работал. Как так получилось, пояснить следователям, бывший зам генпрокурора, говорит, сегодня не успел. Ему вручили повестку в суд. Единою метою сегодняшнего выклика было вручение, по сути, клопотание про взятие под варту. И сразу после выхода от следствия мне вручили очередную поиску в другом криминальном управлении для явки до Генеральной прокуратуры. Криминальное правопрорушение продавлено в частности 3 ст. 365 Криминального кодекса. Он совершил довольно тяжкое преступление, связанное с мошенничеством, злоупотреблением, своими возможностями. И путем обмана он получил государственные квартиры. Мы не исключаем, что суд определяет место содержания под стражу финансовый залог. Мы не против этого, если сумма будет достаточная. Возьмут ли бывшего зама генпрокурора под стражу или отпустят на поруки, Печерский суд столицы решит завтра. Заседание назначено на 9.30 утра. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Бюрократические войны вокруг Надежды Савченко. Сегодня Минюст России заявил, что до сих пор от Министерства юстиции Украины официально не получал обращения о передаче Надежды Савченко. Напомню, 22 марта украинскую летчицу приговорили к 22 годам колонии по обвинению в убийстве российских журналистов. Приговор вступил в силу 5 апреля, а на следующий день Надежда объявила сухую голодовку, требуя вернуть ее в Украину. Адвокаты Савченко сообщают, что здоровье пленницы ухудшается с каждым днем. Мы, естественно, написали письмо в Минюст Украины, чтобы выяснить, действительно ли чиновникам не хватило трех недель, чтобы направить запрос о выдаче осужденной. Ответа пока мы не получили. Ни минские договоренности, ни зеркальные патрули ОБСЕ не останавливают боевиков. Те продолжают поливать огнем позиции украинских военных в районе села Зайцево под Горловкой. Наш военный корреспондент Ярослав Кречко видел последствия. Вот это крайняя точка в поселке Зайцево, куда доезжают машины ОБСЕ. Вчера, как только наблюдатели уехали, боевики вновь открыли огонь. Две мины упали рядом на огородах, а большинство там, куда ОБСЕ даже не выезжает, в районе украинских позиций. На одной 15, на второй 6, туда 4, сюда около 8. Командир считает количество снарядов, которые выпустили боевики по его подразделению. Всего около 40. Ментул рассказывает, первый минометный обстрел начался в 6 вечера. Потом боевики применили стрелковое оружие. Украинские военные ответили, после чего был объявлен режим тишины. В 21-25 наступила полная тишина, ни одного выстрела не было ни с какой стороны. Тишина была полная. И под этой гидой, будем говорить так, с полной подлостью, с ножом в спину, вы в 21-45 пошли работать минометы с той стороны. Эти двое ребят тогда как раз заступили на дежурство. Я говорю, давай падаем в биндаш. Одна мина попала в укрытие, где они прятались. Но блиндаж, говорят, сделан на совесть. В это же время к позициям военных пытались прорваться две диверсионные группы. Несмотря на минометный обстрел, украинские бойцы заставили боевиков отступить. Не даем подойти к селу. То есть они с того края села подходят. Но к этим местным мы не подпускаем, держим свою линию. Кроме того, под прикрытием тяжелых минометов, говорят военные, боевики сделали как минимум шесть выстрелов из самоходных арт-установок, которые также запрещены минскими соглашениями. Ярослав Кречко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Двоих граждан России задержали в Стамбуле. Юрия Анисимова и Александра Смирнова подозревают в убийстве и шпионаже. В Турцию они въехали по поддельным паспортам. Также у них нашли фальшивое удостоверение сотрудников Интерпола. Турецкая полиция подозревает, что россияне причастны к убийству в Стамбуле в ноябре прошлого года чеченского исламиста Абдул-Вахида Эдельгиреева. Задержанные свои вины не признают и отказываются давать показания на допросах. А в России закончился другой шпионский сериал. В Калининграде объявили приговор Евгению Матайтису. Кремль его обвиняет в работе на разведку Литвы. Данил Русаков подробнее. 13 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес Калининградский областной суд. Гражданина России и Литвы Евгения Матайтиса признали виновным в шпионаже. Уголовное дело проходило под грифом «секретно». Подробностей почти нет. Решение Эфемиды свидетельствует только вот это короткое информационное сообщение на сайте суда. Там говорится, в 2009-м житель России получил паспорт Литвы и начал работать на Вильнюс. Видео с задержанием Евгения Матайтиса показали почти все федеральные телеканалы, но потом историю забыли. По глубокому убеждению обвинителей, осужденный собирал информацию о вооруженных силах Федерации и передавал ее компетентным органам Литвы. Утверждается, что за это даже причиталось некое ежемесячное вознаграждение. Правда, вот сумму люди в погонах почему-то не называют. В литовском МИДе внимательно следят за судьбой соотечественника, но перспективу обмена не комментируют. Сегодня только вот закончился процесс и был озвучен приговор, так что пока еще рано. Как я знаю, мы еще не получили силы на этот момент. Ну, как и всегда, когда гражданин Литвы за рубежом, мы помогаем и нашему гражданину Евгению Суматайтису. Наш консул участвовал во время процесса. Сейчас Евгений Матайтис находится в СИЗО, дожидается, пока приговор вступит в силу. Если адвокаты откажутся от апелляции, это произойдет уже через 10 дней. На странице Евгения в одной из соцсетей заявления по поводу приговора нет. Из того же сообщения Калининградского областного суда следует. Матайтис полностью признал свою вину. Адвокаты шпионский скандал не комментируют. Боевики ДНР заявили о задержании Юрия Супруна, который является полковником СБУ. В то же время, один из переговорщиков от украинской стороны Ирина Герасченко на своей странице в фейсбуке сообщила, Супрун сотрудник ООН с украинским гражданством. Эту информацию подтвердили и в украинском представительстве ООН. И подчеркнули, задержанный никакого отношения к спецслужбам не имеет. Ближе к вечеру ситуацию уточнили в СБУ. Руководитель аппарата, председатель службы Александр Ткачук сообщил, Супрун раньше работал в СБУ, но затем уволился. Сейчас проходят переговоры о его освобождении. И чтобы не навредить процессу, от подробных комментариев в Киеве воздерживаются. Организация Объединенных Наций избирает нового генерального секретаря. Впервые в истории ООН этот процесс проходит в открытом режиме. С подробностями наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Тихан Зятко. Раньше генерального секретаря ООН определял Совет Безопасности. Все проходило в закрытом режиме, после чего кандидатуру утверждала Генеральная Ассамблея. В этот раз, впервые за 70 лет существования организации, процедура иная, гораздо более открытая. Теперь Генеральная Ассамблея проводит слушания, на которых по очереди выступают все претенденты на высокий пост. У каждого в распоряжении до двух часов, для того, чтобы представить свое видение развития организации, ответить на вопросы членов Генассамблеи и представителей гражданского общества. В этом году кандидатов девять. Трое из них выступили в ООН накануне. Это министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш. Хочу поздравить председателя Генеральной Ассамблеи ООН с такой прекрасной демонстрацией открытости Организации Объединенных Наций. Я благодарен, что у меня была возможность выступить. Новая процедура доказывает, что организация движется по верному пути. Среди выступавших накануне, как отмечают некоторые наблюдатели, серьезные шансы у Ирины Боковой. Она из Болгарии. Ее поддерживает Россия, которая настаивает на том, что следующим Генсеком ООН должен быть представитель Восточной Европы. Впрочем, и у Гутерреша серьезная поддержка. Сегодня слушания кандидатов продолжились. Выступают, в частности, бывшие министры иностранных дел Хорватии и Молдовы. Они также претендуют на высокий пост. Решающее слово о выборе Генсеком ООН по-прежнему остается за Советом Безопасности. В июле его члены начнут обсуждение кандидатуры. Однако теперь, благодаря открытости процедуры, страны-члены Генассамблеи могут оказывать влияние на окончательный выбор. Тихо-нзитко Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Законопроект о спецконфискации снят с рассмотрения парламентом. За такое решение единогласно проголосовал Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Напомню, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении документ о конфискации активов, полученных преступным путем, до вынесения приговора судом. Закон авторства Сергея Пашинского должен был разрешить конфискацию в бюджет арестованных активов Януковича и его соратников. Но этот документ в пух и прах раскритиковали в ЕС, поскольку он нарушает права человека, и этим могли воспользоваться бежавшие из страны, чтобы оспорить его действия. Сейчас депутаты готовят новый проект закона, который действительно поможет вернуть украденные миллиарды. Будет создана работа группа, в которую ведут и эксперты из Ради Европы, и эксперты из Европейского Союза. Ведут проведенные юристы украинские, которые специализуются на этом антикоррупционном законодательстве. Также депутаты из разных фракций. И эта работа группа пытается работать новую концепцию и новый законопроект, который бы давал возможность в исключенных случаях, но с удовольствием всех требований Конвенции и права человека, все же, как вы говорите, забрать то, что принадлежит государству Украины. В Одессе сегодня слушали главного свидетеля обвинения по делу 2 мая. Он антимайдановец и давал показания против своих товарищей. Что рассказал и как могут повлиять эти сведения на ход слушаний Андрей Анастасов? На скамье подсудимых 20 человек, пятеро подстражей. По данным прокуратуры, все так называемые антимайдановцы. Они проходят по первому эпизоду 2 мая, когда на улице Греческой во время столкновений погибли 6 человек. Сегодня в суд под охраной и в бронежилете привезли ключевого свидетеля обвинения. Александр Пасмиченко. Он тоже антимайдановец, тоже участник тех событий и подсудимый. Ранее Пасмиченко отказывался давать показания. То на него якобы давили следователи, то якобы угрожали другие обвиняемые. Но вот заговорил. Я пошел в сознание, потому что в дальнейшем и срок меньше. Ну как бы раскаялся, ваше честь. Пасмиченко сходу узнал пятерых обвиняемых. По его словам, в тот день на улице Греческой некоторые забрасывали проукраинских активистов камнями и бутылками с зажигательной смесью. Другие были с оружием в руках. Например, Сергей Долженков и Евгений Мефедов. Видел Долженкова там. Он бегал, ну как бы с пистолетом там стрелял. Поняли? Подстрелили в ногу и увезли в больницу. По сути, это первые серьезные показания против подсудимых. Адвокаты говорят, со свидетелем плотно поработали. Я могу только сделать предположение, что все-таки со стороны обвинения ведется подготовительная работа свидетеля. Возможно, было оказано давление. В прокуратуре эти предположения опровергают. Свидок Посмиченко надал в судовом заседании свои свитчения, правдивые, какие он надавал подчас досудового расследования. Его никто ни за чего не преимуществовал. Тем временем Евгений Мефедов, гражданин России, пятый день продолжает сухую голодовку в знак протеста против содержания его подстражей. Голодовку я готов прекратить в том случае, когда я окажусь на свободу. Это направлено на то, что уже держит вообще непонятно из-за чего. Напомню, второй эпизод трагических событий 2 мая – это пожар в Доме профсоюзов, когда погибли 42 человека. По нему до сих пор продолжается досудебное расследование. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. От мелкого мошенничества до грабежей и угона автомобилей. Киев захлестнула волна преступности. Смогут ли остановить ее правоохранители и не светит ли украинской столице слава самой криминальной в Европе? Ответы искали мои коллеги. В Киеве число преступлений растет с каждым днем. В столичной полиции констатируют, только за первый квартал этого года уже зафиксировали около 31 тысячи правонарушений. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Тяжкие, особо тяжкие преступления. Это разбой, грабежей, которая увеличилась на 66%. Это кражи, это незаконное завладение транспортом естества. Каждый день в соцсетях армии пользователи молят о помощи. У кого-то средь бела дня угнали автомобиль, а кто-то пришел домой и обнаружил. Квартиру обчистили. В полиции говорят, что с преступностью борются как могут. Начали комплексный подход, начиная от работы с патрульной полицией по розыску машин по перехвату после совершения преступления. Петр Клименко уже много лет занимается частным сыском. Признается, в наше время работы хватает. Наша популярность все возрастает. Это связано прежде всего с кризисом государственных институтов, которые не выполняют свои функции. Опытный сыщик знает, зачастую патрульной полиции банально не хватает опыта. Для примера поведал историю своего клиента. Один подвергся разбойному нападению. Наши вот эти патрульные, новые полицейские, которые набрали, они очень оперативно отработали свою часть. Они опросили, они появились вовремя, они даже идентифицировали нападающих. А вот следственная часть, которая приехала, на протяжении полугода так до сих пор не опросила всех подозреваемых. Естественно, на выходе ничего. Впрочем, экспертов печальная статистика нисколько не удивляет. Это абсолютно прогнозована ситуация, потому что первой причиной сближения количества злочиней всегда есть экономическая криза. Эксперты убеждены, чтобы остановить рост преступности не только в столице, но и по всей Украине, нужно просто побороть экономический кризис. Олег Решетняк, Геннадий Вивденко, Алексей Шматов и Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Срочная новость, как только что стало известно подробностям. Под боеркой это в Киевской области слышна стрельба. По нашим данным, военная прокуратура штурмует базу бойцов торнадо. По предварительным данным, сегодня вечером представители прокуратуры задержали двух бойцов этой роты МВД. Руководство подразделения подозревает в совершении тяжких преступлений, среди которых пытки, изнасилование и разбой. Задержали торнадоцев в июне прошлого года. Напомню, суд над ними продолжается до сих пор. Проверить эту информацию решили мы. Наш корреспондент уже выехал на место происшествия. Мы постараемся связаться с ним обязательно до конца этого эфира. Дождитесь, подробности будут. После суточного затишья на Мариупольском направлении возобновились обстрелы. Наиболее напряженная ситуация в районе Марьинки и на Широкинском плацдарме. Там не прекращаются позиционные бои. Подробнее наш военкор. Руслан Смещук. Передовые позиции под недавно освобожденным Павлополем. Это Широкинский плацдарм. Со вчерашнего вечера этот опорный пункт подвергался атакам. Вначале били из минометов. Но солдатам повезло. Мины легли в стороне. Около 21.30-22.30 производился минометный обстрел со стороны противника. Велся огонь 120-мм калибр. Это миномет. И 82-го калибра. Плюс работала СПГ. Стрелковая. После пошла в бой пехота противника. Пришлось отбиваться. На моем дежурстве перешли вон до этих ворот. Вот. Подходили настолько близко. Открываем огонь. Но тикер со стрелкового, с автомата. Так. Просто не даем педиты просто ближе. Боевики отступили. После суточного перерыва на Мариупольском направлении опять жарко. Ворог 29 раз обстрелял позиции наших войск. Неодноразово были использованы оружие из оборонных калибров. Минометы С-20 и 82-мм. Пока перемещаемся вдоль линии разграничения, слышим несколько минометных залпов. Похоже, бьют из оккупированного Коминтерного по позициям морпехов. Сейчас будет второй. Слышишь, это же... Значит, тут были минусы. Там, где мы были, что ли? Вскоре под Широкином встречаемся с наблюдателями АБСЕ. Они как раз вернулись из Коминтерного. Подтверждают. Минометы били оттуда. Александр Хук сообщил, наблюдатели АБСЕ фиксируют эскалацию боевых действий. Поэтому они хотят установить несколько наблюдательных вышек по обе стороны линии разграничения, в том числе и в оккупированном Коминтернове, надеясь, что обстрелы прекратятся. Бои проходят в режиме обмена огнем. И мы за последние недели наблюдаем увеличение такого обмена. Ухудшает ситуацию то, что наравне с нарушениями соглашения о прекращении огня, мы видим использование сторонами минометов и артиллерии. Правда, когда наблюдательные вышки появятся на позициях боевиков, непонятно. Окончательное разрешение те пока не дают. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности в телеканал Интер. Новые счета Калужской аферы. Так кто заработал миллиарды на утилизации химических отходов? И почему Украина теперь заплатит за вывоз мусора еще несколько сотен миллионов? Все в материале наших корреспондентов. Гексохлорбензол. Это отходы химпроизводства. Их планировали использовать для выпуска гербицидов, но так и не разработали технологию. Остались сотни бочек с токсинами. С 73-го года по 76-й год вывозили в лес, прямо высыпали с бочек. В 76-м году открыли полигон. В 2010-м эксперты предлагали построить на месте хранилища в Калужском районе что-то вроде саркофага, чтобы исключить попадание химикатов в грунтовые воды. Цена вопроса около 20 миллионов гривен. Но тогда в кабине решили вывозить отходы для утилизации в Великобританию. Тендер выиграла малоизвестная фирма с израильской пропиской «СИ Групп Консорт ЛТД». Утилизация обошлась госбюджету в 1 миллиард 400 миллионов гривен. Подробности сделки до сих пор засекречены, сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации. А вот экологи в этом сомневаются. Это фотографии, сделанные в 2013 году. Правоохранители проверяют содержимое мешков, в которых якобы перевозят отходы. Судя по снимкам, в них камни, дрова и даже трава. А территория полигона так и осталась зараженной. Пробы, которые они давали, перевязывали вместо гексохлорбанзола миллиграмм на килограмм 15540 миллиграмм. При гигиеничной норме ГДК, ограниченной допустимой концентрации, 0,03 миллиграмма на литр. Мы попытались связаться с представителями фирмы СИ Групп Консорт ЛТД по номерам телефонов, которые были указаны в документах. Я могу поспілкувать с кем-то из руководства Консорт ЛТД? Я туда попала, тут нет такого. По факту хищения бюджетных средств правоохранители открыли уголовное производство. Но подозрения никому не предъявили. В прокуратуре объясняют, третий год ждут документы из стран, где якобы проводили утилизацию. Выяснено про фактичную вартость работ по утилизации отходов гексохлорбанзола и размер спричиненных в державе избытков будет сделано за результатами проведения международных правовых доручений. За что же заплатили почти полтора миллиарда гривен, выясняла и комиссия Верховной Рады. Ее создали в марте 2015 года. Председатель ТСК Игорь Насалык утверждает, результаты расследований есть. Но он уже год не может добиться того, чтобы отчет заслушали в сессионном зале. Тем временем израильская фирма-перевозчик решила подзаработать. Через суд потребовала доплатить за утилизацию еще около 300 миллионов гривен и выиграла тяжбу. Получается общий ущерб от калужской аферы приближается к 2 миллиардам. Виновные не названы, а проблема не решена. Что же делать с зараженной территорией могильника, непонятно. Оксана Марченко, Жанна Дучак, Максим Кирилев. Подробности телеканал Интер. Израильское руководство в бешенстве. Ему предложили прекратить войну в Сирии за счет еврейского государства. Чем это грозит и что предпринимает Иерусалим, рассказывает Сергей Услендер. Сказать, что новый план мирного урегулирования в Сирии озаботил израильское руководство, не сказать ничего. Рассказывают Бенямин Нетаньягу, прочитав его, пришел в неописуемую ярость. План, если его осуществить, не просто осложнит жизнь Израиля, а фактически ставит под сомнение сам факт его существования. Все дело в территориальном вопросе. Авторы идеи, ведущие мировые державы, предлагают включить в состав суверенной Сирии всю территорию голландских высот, в том числе и ту, которая сейчас принадлежит Израилю. Голландское плато просто готовая иллюстрация к выражению господствующей высоты. Тот, кто контролирует это место, контролирует весь израильский север. Одна расположенная здесь артиллерийская батарея может обстреливать огромные пространства от границы с Ливаном и до южной оконечности озера Кенерет. Собственно, так оно и было, пока в ходе шестидневной войны в 1967 году Израиль не отбил эти территории у сирийской армии. Теперь мировое сообщество предлагает вернуть голланды Сирии. Мол, этот факт сплотит сирийское общество и послужит отличным поводом для завершения гражданской войны. Иерусалим с таким подходом не согласен. Здесь считают, что война из-за этого точно не закончится, зато террористы получат просто идеальный плацдарм для нападений на Израиль. По ту сторону нашей границы ИГИЛ и Хизбалла в секторе Газа орудуют Хамас и исламский джихад. Насиная ИГИЛ и всемирный джихад. Нам в Израиле удается поддерживать относительную безопасность и стабильную ситуацию. Когда необходимо, мы действуем, чтобы не допустить попадания в руки Хизбаллы оружия, которое могло бы нарушить хрупкое равновесие. Фактически премьер впервые признал, что Израиль атакует цели за пределами своих границ, в том числе и в Сирии. Бомбят конвои с оружием, которые получают террористы из движения Хизбалла. Уже не раз и не два было сказано, что следующая война будет именно с этой организацией, поэтому ливанское направление укрепляют особенно, строят вторую очередь заграждений. Сейчас здесь мы осуществляем проект под названием «Организация местности». Возводим укрепления и сооружения, которые станут ответом на новые угрозы со стороны Хизбаллы. Над Голландами день и ночь гремят выстрелы, постоянно идут учения. Армия тренируется отражать атаки боевиков. Надеяться на помощь извне Израиль не хочет. Здесь собираются показать, что в состоянии сами защитить свои границы. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности телеканал Интер, Голландское плато, Израиль. Самый крупный аэропорт Бенилюкса, нидерландский Скипхол, сегодня утром частично эвакуировали из-за угрозы терактов. Полиция задержала двух человек с подозрительным багажом, но к обеду все терминалы возобновили свою работу. Угрозы взрыва не подтвердились. А вот соседние Бельгии, аэропорт, да и вся страна до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. София Гордиенко продолжит. Мадам и мсье, здравствуйте. Брюссельский аэропорт снова работает с перебоями. И не только брюссельские. Парализованы воздушные вокзалы по всей стране. Бастуют авиадиспетчеры, которые массово взяли больничные и не вышли на работу. Худший враг Бельгии, сама Бельгия. И вовсе не нужны террористы, чтобы взорваться. С таким заголовком вышла сегодня редакционная статья самой большой газеты страны Лесуар. Чего хотят протестующие, толком сами пока не решили. И прежде всего их не устраивает увеличение пенсионного возраста. Руководство аэропорта в шоке. Они даже никого не предупредили. Это дикость и не забастовка. И мы сейчас вынуждены оправдываться перед всеми иностранными компаниями в том, что происходит. Но мы и сами толком не можем это понять. Счастливчики, чьи рейсы все-таки отправятся сегодня из Бельгии. Сами проверяют себя в списках на вылет. И сами же пытаются определить, где теперь их терминал. Но есть и те, кому повезло меньше. Во-первых, из-за пробки на окружной пришлось идти пешком с трассы в аэропорт. И тут мне говорят, что ваш рейс аннулирован. Мол, приходите в другой раз. Премьер-министр Шар Мишель не на шутку разозлился. Мол, бастующие взяли страну, которая и так нелегко, в заложники. Всех представителей профсоюзов сегодня приглашали на переговоры. Но зачинщики не пришли. Не могут определиться с требованиями. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности телеканал Интер. Бельгия, Брюссель. Как развлекается британский наследник престола во время официального королевского визита? И чей побег поднял на уши всю Новую Зеландию? Эти и другие интересные новости дня посмотрите в нашем обзоре. Искусственный интеллект поучатому разуму. Впервые в истории гуманоида отправили в школу. Робот по имени Пеппер будет грызть гранит науки с обычными детьми. У него, правда, есть преимущество перед одноклассниками. Пеппер в совершенстве знает японский и английский. Земля уходит из-под ног. В Калифорнии прямо на глазах очевидцев образовалась огромная яма в асфальте. Накануне здесь шли затяжные штормовые дожди. Полиция заметила небольшую впадину на дороге и успела огородить этот участок. Так что ни машины, ни люди не пострадали. Побег века. Из аквариума в Новой Зеландии ускользнул осьминог. Это произошло под покровом ночи. Спрут воспользовался несмотрительностью служителей. Те случайно оставили резервуар приоткрытом. По следам, которые оставил обитатель океана, предполагают, что осьминог пробрался через щель своего аквариума, проскользнул по полу и через сливную трубу сбежал на волю. Засуха веселью не помеха. В Таиланде массово отпраздновали фестиваль воды. И это несмотря на то, что в стране катастрофически не хватает жидкости. Дождей ждут уже несколько месяцев. Земля сухая, растения гибнут. Даже премьер накануне трехдневного праздника призвал экономить воду. Но люди не захотели лишить себя такого удовольствия. Этот фестиваль означает начало нового года. Хорошими делами прославиться можно. Во Франции бездомный мужчина стал владельцем пекарни всего за один евро. Бывший собственник так отблагодарил бродягу за то, что тот спас ему жизнь. В прошлом году 62-летний пекарь чуть было не погиб от отправления угарным газом. Бродяга вовремя заметил неладное и вызвал скорую. Весь этот год спаситель работал на кухне, отлично преуспел. И пенсионер решил передать ему свой бизнес. Когда королевские обязанности не в тягости. Герцог и герцогиня кембриджские получили массу эмоций на сафари. Принц Уильям и Кейт в Индии с официальным визитом. Один из пунктов программы привлечения внимания к национальному парку Казиранг. Супруги вдоволь насладились дикой природой и общением друг с другом. Правда отметили, что скучают за детьми. Но годовалая Шарлотта еще слишком мала для таких поездок. А двухлетний Джордж, по словам родителей, слишком непослушный. Я б в секретари пошел, пусть меня научат. У секретаря суда в Ужгороде украли миллион гривен. В полицию обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что неизвестные проникли в ее квартиру и похитили золото, бриллианты и деньги. 200 тысяч гривен и 40 тысяч долларов. В полиции поинтересовались, а откуда у скромного клерка такая крупная сумма денег и драгоценности. Та ответила, что все это наследство и подарки. Во Львове появилась местная хонка. Домик на 100 квадратов вырос прямо посреди Яваровского полигона. А кому разрешили прихватизировать кусок стрельбища и кто разрешил, выясняли наши корреспонденты. Яваровский полигон. На этих кадрах, снятых при помощи дрона, хорошо видно посреди соснового леса на озере деревянный дом. Но вот подступиться к нему оказалось непросто. Вокруг высокий забор с колючей проволокой. Впрочем, проход мы все же нашли. Аккуратные дорожки, белый песок на озере Лебеди. Но путь дальше нам преграждает охрана. Через 10 минут приходит мужчина, который представляется управляющим. Уверяет, это уже не территория полигона, а тренировочная база футбольного клуба «Карпат и Львов». Объяснение управляющего вдруг перерывает охранник и не очень любезно пытается нас выпроводить. Я хочу, чтобы вы знали первое и остальное. Мы сейчас с вами идем, куда вы зашли, галочка. Я вас провожу, мы прогуляемся, я вам сделаю красивую экскурсию. Кто эти люди и что это за дом, нам объяснили в Яваровской квартирно-эксплуатационной воинской части. Вот уже 7 лет 29 гектаров полигона арендует частная охранная фирма «Ирбис». Законно, по соглашению Минобороны и фонда госимущества. А домик в 100 квадратных метров по документам проходит как беседка. Но после того, как снимки беседки, сделанные с помощью дрона, попали в интернет, договором аренды заинтересовалась военная прокуратура и уже нашла нарушение. Услышать позицию представителей компании «Ирбис» нам не удалось. Общаться с журналистами они категорически отказались. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал «Интер Львов». И у нас есть последняя информация о событиях под Бойеркой. Напомню, в эти минуты военная прокуратура штурмует там базу бойцов «Торнадо». И вот как сообщил нардеп Игорь Масейчук, при штурме правоохранители задействовали светошумовые гранаты. По его словам, бойцы «Торнадо» с оружием забаррикадировались на базе, и у них большое количество взрывчатки. При этом они угрожают себя взорвать. Я напомню, что на место событий уже подъезжают корреспонденты подробностей. Все самые последние новости вы можете узнать от них на нашем сайте подробности.ua. Я же прощаюсь с вами до завтра. Спасибо, что были с нами.